Меня зовут Алина, я работаю младшим научным сотрудником в Центре социокогнитивных исследований и дискурса при Московском государственном лингвистическом университете. Мы исследуем то, как особенности коммуникации связаны с когнитивными способностями человека, его намерениями и его взаимодействием с людьми друг в социуме. И более простыми словами мы исследуем то, как люди используют все доступные ресурсы в коммуникации, как происходит обмен информацией, как люди запоминают и передают информацию другим. В частности, мы исследуем жестовое поведение человека, мы исследуем лингвизм глухих и слышащих и также особенности коммуникации в моменты большой когнитивной нагрузки. Сейчас одним из приоритетных направлений в науке являются информационные технологии. Информационные технологии направлены на то, чтобы расширить диапазон возможностей человека, как его тело, так и его разума. Но как-то не парадоксально, об интеллекте человека известно достаточно мало. Существует несколько способов исследования мозга через его материю и через язык, но оба способы достаточно ограничены. И сейчас все чаще используется термин «коллаборативный интеллект», что под этим подразумевается. Это способ передачи информации, обмена информацией, распространения и распределения знаний в обществе, необходимого для его существования и для его взаимодействия. Этим мы и занимаемся. Мы стараемся изучить коллаборативный интеллект и расширить его возможности. Я решила стать ученым, когда поступила в аспирантуру. Мой научный руководитель, Рисхан Муллику Малдиновна, она является директором нашего центра. И как только я поступила, я стала активно участвовать в различных мероприятиях, в организации конференций, в исследованиях, в экспериментах. И меня это увлекло. С тех пор я занимаюсь наукой. Однажды во время эксперимента наша коллегия, наша команда международная и коллеги из Германии участвовали в проведении эксперимента и знали о том, что когда-то очень давно я изучала немецкий. И когда пришли участники, стали говорить о нём по-немецки. И я не понимала практически ни слова из того, что они говорят, но было уже слишком поздно в этом признаваться. Хорошо, что я отлично знала процедуру и на исследовании это не отразилось, но потом всё-таки пришлось признаться. И был очень неловкий момент, что я в течение долгого времени не понимала ничего из того, что они мне говорили. Я думаю, что очень важно быть активным и мотивированным, потому что именно от этого будет зависеть дальнейшая карьера. Участвовать, искать способы реализации своих идей и ничего не бояться. Быть любопытным, быть смелым и, конечно, не забывать спать иногда. Если бы у меня была возможность отправить себе письмо в прошлое, то, наверное, я бы сказала, что жизнь непредсказуема и это прекрасно. Наверное, тот персонаж, который пригодился бы в нашей лаборатории – это Гарри Поттер, потому что люди всегда ищут волшебные методы для решения своих задач. Пожалуй, то свободное время, которое я провожу не с друзьями или близкими, я провожу в спортзале или на танцах, потому что очень важно заниматься спортом в то короткое свободное время, которое есть. Я считаю, что молодым людям, безусловно, стоит идти в науку, потому что это та сфера, при условии, что это та область, которая им интересна, это та сфера, которая позволяет человеку не просто реализовать себя в карьерном плане, построить свою карьеру, но и дает много возможностей для самореализации. Школьникам стоит обратить внимание на те мероприятия, которые проводятся в школах в рамках проектов Департамента Москвы, таких как «Университетские субботы», «Московского школьника», они дают возможность познакомиться с той сферой, которая интересна, и поучаствовать в каких-либо мастер-классах, попробовать свои силы и понять, насколько это увлекает и насколько хочется продолжать свою карьеру в этой области. Участвуйте в конференциях, старайтесь писать статьи, старайтесь проводить какие-либо маленькие эксперименты и исследования, чтобы потом представить результаты, то есть начинайте активно действовать в этой области, тогда все получится. Хочется верить, что когда-нибудь когнитивные лингвисты и вообще гуманитарные, ученые из гуманитарной сферы будут рука об руку работать с учеными из технической сферы и смогут создать, во-первых, изучить мозг человека, во-вторых, создать такой искусственный интеллект, который сможет коммуницировать с людьми и решать те задачи, которые мы сейчас, к сожалению, решить не можем. Я в науке, потому что за наукой будущее.